Если хочешь чувствовать себя уверенно во время сдачи госэкзамена ОГЭ или ЕГЭ по русскому языку, а также успешно написать итоговое сочинение, то добро пожаловать на канал Анастасии. Автор канала – преподаватель с большим опытом, в чем вы убедитесь, посмотрев ее видеоуроки. Ссылка на канал в описании к видео. Всем привет! С вами Павел Стариков, и в этом видео мы рассмотрим базовые понятия физической химии, которыми мы будем пользоваться для дальнейшего изучения одного из ее разделов под названием «Химическая термодинамика». Начнем с того, что термодинамика – это наука, которая изучает переход энергии из одной формы в другую, либо энергетический обмен между телами во Вселенной. И для того, чтобы определить характер передачи или преобразования энергии, нам необходимо ввести несколько понятий. Самый важный термин в данном разделе – это термодинамическая система. Это любая, произвольно выбранная нами часть Вселенной, которую мы собираемся исследовать. Таким образом, за термодинамическую систему мы можем принять достаточно примитивные объекты, например, стакан горячей воды на столе или вещества в пробирке, между которыми протекает химическая реакция. Или же более сложные – будь то огромный реактор, живой организм, планета Солнечной системы или же наша Галактика в целом. После того, как мы определили систему, которую будем исследовать, мы получаем, что все, выходящее за рамки этой системы, называется окружающим пространством. Таким образом, абстрагируясь от реальности, мы делим Вселенную на две части – на систему и окружающее ее пространство. Очень важно отметить, что при исследовании термодинамических систем мы делаем следующее допущение. Температура и давление в окружающем пространстве не изменяются с течением времени. Давайте представим, что мы где-то на природе разожгли костер. Примем за термодинамическую систему горящие дрова. Эта система будет терять в ходе сгорания огромное количество энергии. Находясь рядом с костром и загреваясь его теплом, мы почувствуем передачу энергии. А если мы отойдем, скажем, на несколько метров от пламени, то влияние на нас процесс сгорания дров оказывать не будет. Мы не почувствуем тепла. Так вот, окружающая среда настолько велика по сравнению с системой, что энергия, которую система поглощает либо выделяет в ходе какого-либо процесса, не оказывает существенного влияния на окружающее ее пространство. Существует большое количество классификаций термодинамических систем по различным признакам. Мы рассмотрим лишь три из них. Во-первых, системы могут различаться по количеству компонентов. Например, кубик льда – это однокомпонентная система, состоящая только из молекул воды. Примером многокомпонентной системы является атмосферный воздух, смесь различных газов. Если системы рассматривать по количеству фаз, то они делятся на однородные, гомогенные, и неоднородные, гетерогенные. Фаза – это однородная часть системы, которая физически отделима от других ее частей. Гомогенной системой называют систему, состоящую из одной фазы, то есть однородную систему. Такой системой является любой раствор – жидкий, твердый или газообразный. Пример гетерогенной системы – смесь воды и нефтепродуктов. Ну и, наконец, самая важная классификация систем с точки зрения термодинамики. Начнем с того, что между системой и окружающей средой есть граница. Она может быть либо воображаемой, либо действительной. Стенки пробирки, в которой протекает химическая реакция, создают фактическую границу. Если же мы рассматриваем Солнечную систему, то ее границы мы представляем условно. Характер границы определяет, способна ли система обмениваться веществом и энергией с окружающей средой. Открытая система обменивается с окружающей средой как веществом, так и энергией. Открытый стакан горячей воды в холодном помещении будет отдавать энергию в виде тепла в окружающую среду. Кроме того, вещество, то есть жидкость в стакане, испаряется, покидая систему. Если мы сверху на стакан наденем крышку, то при тех же самых условиях мы получаем закрытую систему. При этом стакан с водой по-прежнему будет отдавать тепловую энергию в окружающую среду. Передачи вещества в пространстве уже происходить не будет. Этому препятствует крышка, надетая сверху. Перелив горячую воду в термос, мы создадим тем самым изолированную систему, которая не будет обмениваться с окружающей средой ни веществом, ни энергией. В термодинамике состояние системы описывается переменными. Это величины, которые характеризуют макроскопические свойства системы. Переменные, в свою очередь, подразделяются на параметры и функции. Параметры можно измерять экспериментально при помощи различных приборов. К ним относятся давление, температура, объем, количество вещества, масса и концентрация. Кроме того, состояние термодинамической системы может описываться при помощи функций, значение которых зависит от значений других переменных. Например, работу газа в цилиндре при постоянном давлении можно вычислить, зная значение давления и то, насколько изменился объем сосуда. Если мы хотим найти значение функции, описывающей теплосодержание системы, то нам нужно знать значение функции внутренней энергии, значение параметров давления и объема. Если из двух систем мы хотим сделать новую объединенную систему, то некоторые величины при этом будут складываться, а другие принимать какое-то усредненное значение. Первые величины называются экстенсивными. Это, например, внутренняя энергия и объем, а вторые интенсивными, к примеру, температура и плотность. Скажем, мы смешали два различных объема воды, температура которых различается. При этом объем новой системы будет являться суммой двух объемов, а температура примет некое усредненное значение. Вернемся к термодинамическим функциям. Функции состояния описывают текущее состояние системы, при этом не имеют никакого значения, как система достигла данного состояния. К таким функциям относятся внутренняя энергия. Функции пути, такие как работа и теплота, определяют, как система переходит из одного состояния в другое. В случае теплопередачи энергия передается за счет хаотичного движения частиц. Теплота обозначается символом Q большое. Работа же подразумевает передачу энергии за счет согласованного молекулярного движения. Работа обозначается символом А большое или дубль В. Принято, что энергия, поступающая к системе, положительная. А если энергия от системы отводится, то она отрицательна. Например, если Q больше нуля, то теплота подводится к системе. Если Q отрицательная, то система отдает тепло. Если А больше нуля, то внешние силы совершают работу над системой. Если А меньше нуля, то система сама совершает работу. При этом, как правило, увеличивается ее объем. Итак, в этом видео мы рассмотрели основные понятия термодинамики, знания которых поможут нам в дальнейшем продвигаться в ее изучении. Если видео было полезным, то ставь палец вверх и обязательно подпишись на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok